Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео хочу поговорить о том, какими преимуществами и недостатками обладает плата DigiSpark AT-Tini 85 по сравнению с голыми микроконтроллерами AT-Tini 13 и AT-Tini 85 и в каких случаях что лучше применять. Начнем с преимуществ использования платы DigiSpark. Первое, это конечно простота программирования, так как для загрузки скетча нам не нужен программатор. Прошивка осуществляется через имеющийся на плате USB разъем. В зависимости от модификации платы это либо обычный USB, подключаемый непосредственно к USB порту компьютера, либо microUSB, подключаемый через переходник. Достаточно установить один раз соответствующие библиотеки и позже выбрать нужную плату в менеджере плат. Подробно про установку необходимых библиотек и загрузку тестового скетча я показывал в прошлом видео. Ссылка на него появится в подсказках. Второе преимущество это то, что у платы уже выведены пины, соответствие которых ножкам микроконтроллера AT-Tini 85 можно посмотреть в дата-шите. Достаточно припаять однорядные гнезда и удобно использовать модуль для тестов и осладочных работ. К тому же в комплекте обычно идет гребенка контактов. Третьим преимуществом можно назвать то, что плата DigiSpark, а также собранное на его основе устройство, мы можем запитать через USB. Для моделей с microUSB можно запитать готовое устройство от зарядника мобильного телефона. Важно только при запитывании от USB порта компьютера соблюдать ограничения по току, чтобы не сжечь USB порт компьютера. А также мы можем запитать готовое устройство от большего чем 5 вольт напряжения, например от гнезда прикуривателя автомобиля через PIN VIN платы, так как на плате присутствует стабилизатор питания на 5 вольт. Четвертое преимущество это возможность работы с ПК как источник ввода-вывода. В установленных библиотеках для работы с платы DigiSpark есть специальные функции, которые позволяют после подключения модуля к компьютеру вывести какой-то заранее заданный код в текстовые поля. То есть DigiSpark может эмулировать виртуальную клавиатуру. В следующем видео я покажу пару интересных вариантов применения этой особенности платы DigiSpark. Пятое преимущество это, как ни странно, цена. То есть плата DigiSpark на микроконтроллере от T-Tiny85 стоит дешевле, чем отдельный микроконтроллер от T-Tiny85. Тут, конечно, все не совсем так, как выглядит на первый взгляд. Поэтому пункт цены у меня присутствует как в списке преимуществ, так и он далее появится в списке недостатков. Перейдем к минусам и почему все-таки в некоторых случаях лучше использовать сам микроконтроллер от T-Tiny, а не плату DigiSpark. Первый минус, который, очевидно, бросается в глаза, это размер платы DigiSpark по сравнению с размером микроконтроллера. То есть если мы хотим создать какое-то достаточно миниатюрное устройство, то лучше выбрать просто микроконтроллер от T-Tiny. Так как в большинстве случаев не предполагается, что нам нужно будет постоянно перепрошивать микроконтроллер в нашем готовом устройстве и USB-интерфейс и прочая обвязка для нас будут лишними. Второй минус – это большее энергопотребление. Например, в обычном режиме плата DigiSpark потребляет ток 18-36 мА, тогда как сам микроконтроллер в таком же режиме потребляет около 10 мА. К тому же, понижая рабочее напряжение и частоту работы микроконтроллера, мы можем понизить ток потребления до 2-4 мА. Так что если вы будете создавать автономное устройство, работающее от батарейки, то лучше использовать только сам микроконтроллер. Третий минус, который был у нас и в плюсах, но он также присутствует и в минусах – это цена. Дело в том, что если сравнивать DigiSpark AT-Tiny85 с микроконтроллером AT-Tiny85 в дип-корпусе, то да, DigiSpark получается дешевле. Во-первых, на самой плате DigiSpark используется микроконтроллер AT-Tiny85 в субкорпусе, то есть в корпусе для поверхностного монтажа. Если покупать AT-Tiny85 в субкорпусе, то его цена составляет уже 77 рублей за штуку. Во-вторых, в некоторых проектах мы можем ограничиться микроконтроллером AT-Tiny13. Например, в своем видео, где я создавал самодельное фотореле для управления включением уличного освещения, я использовал микроконтроллер AT-Tiny13. Цена микроконтроллера AT-Tiny13 в дип-корпусе на Алиэкспресс составляет примерно 40 рублей за штуку, а в корпусе для поверхностного монтажа вообще 24 рубля за штуку. При том, что плата DigiSpark бывает только на AT-Tiny85. На AT-Tiny13 их нет. Кстати, раз уж у нас зашла речь о микроконтроллер AT-Tiny в субкорпусе, то сразу скажу, что программируются они ровно так же, как и микроконтроллеры в дип-исполнении. Достаточно приобрести на Алиэкспресс вот такой вот переходник. Размещаем сверху AT-Tiny, зажимаем и можем далее устанавливать данный переходник либо в специальное гнездо нашего самодельного программатора. Ссылка на видео, где я его создавал, появится в подсказках, а также есть в описании к видео. Либо на макетной платье и прошивать классическим способом, который я тоже показывал в одном из своих прошлых видео. А вот поверхностный монтаж компонентов на платье в домашних условиях существенно сложнее, но в будущих роликах мы обязательно доберемся и до него. Так как именно поверхностный монтаж позволяет создавать миниатюрные и близкие к промышленному исполнению устройства. Таким образом по ценам получаем вот такую сравнительную таблицу, из которой видно, что Digispark AT-Tiny 85 дороже только AT-Tiny 85 в дип-корпусе. Пожалуй еще стоит отметить, что Digispark AT-Tiny 85 располагает меньшим объемом флеш-памяти, то есть памяти для хранения кода программы, так как в его памяти уже вшит загрузчик, который занимает около двух килобайт памяти. То есть в нашем распоряжении в реальности около 6 килобайт памяти для размещения скетча. Конечно, при использовании Arduino Uno в качестве программатора мы тоже вначале загружаем загрузчик в памяти микроконтроллера, но он занимает существенно меньшее место. В этом видео мы поговорили о плюсах и минусах данной платы, а в следующем видео я покажу пару интересных примеров для работы Digispark с компьютером. Если знаете, что можно добавить к данному списку плюсов и минусов, напишите в комментариях, интересно будет почитать. Спасибо за просмотр, если понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. До встречи!